Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Ну, в общем, так получилось, что я в прошлый раз, две недели назад, комментировал, собственно, вердикт присяжных был в этот же день, в смысле, в четверг, в день эфира. В общем, никаких неожиданностей. Приговор обвинительный исполнителям. Там есть одна важная подробность. Как мы знаем, адвокаты потерпевших считают недоказанную вину одного из подсудимых. Это важная подробность. А так, без неожиданностей, исполнители получили обвинительные приговоры, заказчиков никто не искал. Более того, как я уже формулировал, государство сделало все для того, чтобы не найти заказчиков. Их нашли за них, просто предъявили, быстро были предъявлены заказчики, все цепочки известны, но они обрываются на границе Российской Федерации и Чеченской Республики. А никто не искал заказчиков, никто не искал. Было сделано все для того, чтобы они остались неустановлены. Было сделано все для этого, а не просто это неудача следствия. И это довольно важный и принципиальный итог этого дела. Это как без неожиданности. Вот я не знаю, для вас было неожиданным или нет. Смотрите, присяжные, которых вы комментировали, говорят, что они все виновны и не заслуживают снисхождения. Мы видим приговоры меньше, чем попросили прокуроры. Суд у нас иногда дает больше. Что это означает для меня, как для обывателя? Что снисхождение все-таки некоторое было проявлено. Но все-таки они же не пытались поджечь офис Единой России, как Олег Сенцов. И в церкви не танцевали. И в церкви не танцевали, да. А они всего лишь убили видного государственного деятеля, бывшего вице-премьера Российской Федерации. Это незначительная, в общем, довольно история. Так что они заслуживают снисхождения. Тут важнее другое. Важнее практическая сторона. Я об этом хотел как раз и говорить. Сроки, полученные подсудимыми, обвиняемыми, подразумевают их отбытие на территории Чеченской... Возможность. Да, возможность отбытия на территории Чеченской Республики. Это будет означать, что они не будут отбывать свое тюремное заключение. Потому что на территории Чеченской Республики действие, какое бы то ни было действие, так сказать, Российской Федерации, прекращается. На территории Чеченской Республики скрывается, собственно, один из предполагаемых организаторов убийства. И следственные органы не имеют возможности допросить его на территории Чеченской Республики. На территории Чеченской Республики у нас массовые расстрелы геев. Здесь-то всего лишь в Москве носы ломали, как мы помним, да. Хругвеносцы. А там расстреливают. На территории Чеченской Республики не действуют даже те нехитрые законы, понятийные, которые действуют на территории остальной Российской Федерации. Значит, отбытие, пересечение границы России с Чечнёй означает, что вся эта славная кампания... Я тоже думал об этом. Собственно говоря, остается на свободе. Но их адвокаты скажут, что будут обжаловать. Так бы, ну, поехали бы. Приговор поскорее вступил в силу, уехали бы. Все договорились и всё. Они будут обжаловать. Значит, они будут сидеть в Москве. Как минимум, какое-то время они будут в Москве. Естественно, пока там апелляционные сроки и так далее. Около года и так далее. Значит, тем не менее, за этим, как бы, этот пункт очень важный. За ним, я хотел сказать, надо бы следить. Но следить нет никакой возможности, потому что мы не в Швеции, чтобы иметь возможность следить. Общество могло следить за действиями государства и государственных органов. Но иметь это в виду, пожалуй, стоит. Но ещё раз, не отвлекаясь от главного точно уже итога этого процесса, заказчики преступления не установлены, не названы. Сегодня была одна... Это мы, как я понимаю, это тоже не новость. Это мы знали и до приговора, и до вердикта. Сегодня это просто зафиксировали. Сегодня нам просто ещё раз сказали, как мне кажется, извините за моё особое мнение, ещё раз сказали, что и даже если присяжные скажут, что снисхождение не будет, оно будет. Да, конечно. То есть, что суд выше присяжных. Да, это немножечко такая важная... Всё равно они получили существенные сроки, но деталь важная. Но всё-таки эта деталь, повторяю, на фоне... Вы сами скажете, что они существенные сроки не будут отбывать. Но это важная деталь. На фоне вот это уже существенно будет. Если бы хоть один получил пожизненное заключение... То есть, условно говоря, пожизненное от 20 лет отличается тем, что пожизненное этот чеченский господин точно бы отбывал, а тут как бабушка надвое сказала. Но ещё раз, это... Тут мы несколько слоёв снимаем, да, но давайте не забывать главный слой. Заказчики убийства ушли от ответственности, их никто не искал, они более-менее известны, и их не искали. Сегодня в новостях проскочило днём, что Дмитрий Песков выразил надежду, что заказчики будут установлены. Я это читал своими выпученными глазами, потом эта новость как исчезла. Видимо, её прочли и поняли, что он сказал. Если эта новость мне не почудилась, это означает, что Господин Песков как бы зафиксировал, что это не этот несчастный шофёр заказывал, находящийся в убегах, убийство Немцова. Что был какой-то другой, настоящий, истинный заказчик. В этом случае, если он это действительно сказал, то не пришлось бы ему извиняться перед Кадыровым. Я как-то беспокоюсь. По-моему, он сказал лишнего. Насколько я помню, шофёра называли скорее организатором, нежели заказчиком этого преступления. Ну да, откуда-то взялись у человека несколько сот тысяч рублей и так далее. Ну, просто от щедрот. Нет, всё это, конечно, совершенно очевидно на уровне здравого смысла. На уровне здравого смысла и на уровне данных, которыми располагали адвокаты потерпевших. А мы в очередной раз фиксируем, что, ну, собственно, государство, в том смысле, в котором это слово употребляется на Западе, его у нас нет. Есть территория, которая контролируется вот этой корпорацией, которая уже у власти. Путин уже пересёк Брежневскую отсечку. По разным методикам. Да, по разным методикам. Да, ну, нет, мы же не будем всерьёз относиться к фамилии Медведев. Да, пересёк, пересёк, пересекает. Значит, есть корпорация, которая по понятиям контролирует, крышует эту территорию. Огромную территорию. Да? С огромными запасами. Крышует эта корпорация. А все остальные так называемые инструменты государства, да, пресса, независимый суд, выборы, общественные движения, всё это существует для обслуживания интересов этой корпорации. Фактически ничего нет. И включаются все эти механизмы, по-настоящему включаются, только тогда, когда надо защитить власть этой корпорации. От других. От нас. От общества. От других претендентов на власть. Да? От политических активистов. Тут включается на полную катушку правосудие. На это работают законы, на это работает парламент, на это работает Совет Федерации, на это работают следственные органы. Вот тут без шуток. Когда в обратную сторону не работает. И сегодня же, да, Навальный опубликовал, значит, как и предполагалось, никаких претензий. Закрыто дело по нападению. Опять-таки, все установлено. Мы чуть позже поговорим о том. Прошу прощения. Просто Виктор из Саратова спрашивает. Вы сами, Виктор Анатольевич, верите, что заказчик убийства Немцова сядет на скамью подсудимых, даже несмотря на то, что иммунитет от уголовного преследования ему обещал сам Навальный? Я полагаю, ну, скажем так, я точно знаю, что при этой власти, при этом режиме, при власти этой корпорации он не сядет и не будет назван заказчиком. Когда ситуация, когда эти песточные часы перевернутся, то я желаю заказчику, заказчикам этого преступления, желаю им дожить до суда. Потому что будет очень много желающих, как бы, решить вопрос несудебно. Это такая специфика этого заказчика. Виктор просто напоминает, не напоминает, а намекает на то, что Владимир Путин может быть причастен к этому преступлению. Я не думаю, я уже говорил об этом, я не думаю, что Владимир Путин один из организаторов этого преступления. Он, безусловно, тот, кто крышует организаторов этого преступления, кто не позволил следствию назвать имена заказчиков. Он крышует в своих политических и, в общем, жизненных уже интересах. Потому что там все срослось в буквальном смысле не на жизнь, а на смерть. И ему поздно пить боржомию. В этом смысле, да. Вы уже начали говорить про приостановление дела, расследование, нападение на Навального. Да. Он сегодня опубликовал это. Вот наш с вами коллега Матвей Гонопольский считает, что открыт заказ на убийство Навального таким образом. Ну, я не знаю, является ли это, так сказать, я знаковую систему точно не знаю там, да, по ту сторону Кремлевской стены. Но то, что фактически государство говорит, любое нападение на Навального легитимно, да. Мы к вам не имеем претензий, да. Что сможете сделать, делайте. Это не значит, что государство там прямо вооружает и так далее. Там дальше уже по мере сообразительности, да. По аналогии с французским королем, который просил его избавить, там, ну, да, надо, сделайте что-нибудь. Сделайте что-нибудь с ним. Ясно, что отсутствие претензий к товарищу Петрунько и остальным нападавшим, которые установлены, и это зафиксировано, да, отсутствие претензий у правоохранительных органов, возвращаясь от маленькой темы к большой, государства нет. Нет никаких следственных органов. Есть банда. Часть этой банды сидит в парламенте и принимает законы в интересах этой банды. Часть банды сидит в Следственном комитете и расследует то, что интересно им. Третья часть обслуживает их в Останкино и так далее. Есть и четвертые, и пятые, наверное. Возможно, о других частях поговорим чуть позже. Мы должны прерваться с Виктором Шандаровичем буквально на несколько секунд. Радиоэхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Ну, то есть, если я правильно понял, то... Мы договорим о других частях, да? А некоторая часть специфической этой банды готова физически ликвидировать и уже показала эту свою готовность. А им как бы говорят, что вам ничего не будет. Да. Особенно, если вы не попадетесь, как вот эти, немцовы. Да, да, да. То есть, имеется в виду, что, да, такая отмашка, молча любезнованная, да, это можно рассмотреть как отмашку. Ваше нападение на Навального останется нерасследованным, да? Не говоря уже о том, что эта корпорация, в скобках банда, она может и сама заказать, как мы знаем. И заказывала убийство, как мы знаем. И в случае с Литвиненко. Да. Ну и, повторяю, Рамзан Ахмадович Кадыров, он тоже, так сказать, не из леса вышел непосредственно. То есть, он, конечно, вышел из леса, но давно. А ныне он герой России и глава субъекта федерации. Это политическая элита. Это все политическая элита. Да, и сегодняшние подсудимые, они все орденоносец, да, все офицеры наших подразделений, да, элитных и так далее. Это следует тоже помнить, что это не просто какие-то дикие чеченцы вышли из леса. Нет. Это кавалер ордена, да, какого-то там и так далее. Это все симптоматика. Повторяю, вот, там, сказать, разные события, разной степени драматичности, хотя все очень драматичные. Да, нападение Навального, убийство Немцова и так далее, так далее. А общий знаменатель один. Нету государства, а есть корпорация, банда, которая крышует территорию по своим понятиям. И все так называемые инструменты государства, приметы государства, парламент, свободная пресса, суды, общественные, да, общественные пола, так далее. Все это является просто такими, да, масочками. На самом деле это просто одна корпорация. И когда мы это увидим, нам будет легче просто понимать, что происходит. Удивляться уже поздно. Удивляться можно было, кто удивлялся. Я-то перестал удивляться быстро с моим бэкграундом, да. Я увидел эти честные глаза в январе 2001 года. У меня последние вопросы были сняты. А те, кто удивляются с тех пор, мне кажется, это уже неприлично. Уже после 2003 года, после ноября, после ареста Ходорковского, неприлично удивляться каким бы то ни было проявлением этой банды. Ну, вот вы увидели те глаза. Александр Туровский, один из активистов Навального, сегодня пишет про другие, можно сказать, глаза Алексея Навального. Вот большая шумная история о том, что он разочаровался. Большая шумная история, значит, насколько я знаю, Леонид Волков, глава штаба Навального, ответил. И Навальный ответил. И Навальный ответил. Я только хочу вот что заметить. Не вступаясь ни за Навального, ни на стороне, ревермет на стороне этого парня и так далее. Но я только хочу заметить, что здесь нету наших денег и наших интересов. Это история, репутационная важная история, которая случилась с Навальным. И Навальный на нее должен реагировать. И он, обратите внимание, не реагирует. В отличие от гораздо более драматических историй федеральной власти, которая говорит, я не я, ложь ты моя. Это его репутационный ущерб, его реакция на репутационный ущерб, его проблема. Посмотрим, как он будет решать эту проблему. Я только хочу заметить, что это было бы темой важной для обсуждения у нас здесь, если бы Навальный был минимально, так сказать, он был бы на наших с тобой деньгах, на наших налогах. Если бы он был государственный чиновник. Ему многие жертвуют. Другое дело. Значит, это его репутационный риск. И он на него, он совершенно справедливо воспринял это как репутационный риск. И он на это реагирует. Я только хочу сказать, что это чуть меньше, мягко говоря, значимости темы, чем все остальные. Это корпоративная тема Навального. И тех, кто ему верит. Это разговор среди них. Как сказать? Это весь вопрос, если мы считаем Навального незначимой фигурой, тогда, наверное. Нет, он чрезвычайно значимый. Многие говорят, сейчас не знаю, относитесь ли вы к их числу, что в принципе-то есть две значимые фигуры. Была одна, но стало две. Путин и Навальный. Совершенно верно. Я говорил и повторю, что Навальный... И только такой выбор. А если такой выбор, то мы обязаны интересоваться, кто такой Навальный. Абсолютно, да. И мы поэтому внимательно следим за этой историей. Конечно. Конечно. Но я хочу заметить, что здесь ситуация... Мы выходим на большую тему, да? Да, да. Тут важно зафиксировать существование этой темы, да? О том, что все понимают, что если оно будет идти как идет, то следующий Навальный. Это вдруг как-то стало общим очевидным местом, да? Ведь никакой третьей фигуры нет. Вот есть Путин и путинская система, корпорация, которую, так сказать, воплощает он, да? Вот есть Путин, условный большой, огромный Путин со всеми этими башнями Кремля, но все понимают, что когда это рухнет, то следующим при эволюционном ходе развития будет Навальный. Вот само появление этой данности, этого ощущения как совершенно неизбежного, а это появилось чуть ли не в последние там полгода, да? Как-то стало вдруг ясно, что следующий этот, да? И даже вписывается, как было замечено, в парадигму лысый волосатый, да? Вечную русскую парадигму. После лысого волосатый. Все, значит, вроде идет нормально. Ну, если считать, что Путин сменил сам себя в этом смысле, да? Он же был сначала волосатый. Да, но у нас тут не реклама шампуней, поэтому мы, значит, рассматриваем... Вы начали эту тему, не я. ...сущностную тему. Гораздо важнее сейчас зафиксировать, прежде чем мы приступим к персональному делу Алексея Навального и начнем его разбирать. Важно зафиксировать, что вдруг как-то выяснилось, что следующий этот, другое дело, когда следующий, при каких условиях? При условиях, что его не убьют, как мы, это уже обсуждается, да? Убьют или не убьют Навального? Потому что этот инструмент в руках у корпораций. И они его не пускают в дело только потому, что не считают сейчас целесообразным, да? Мы об их, так сказать, нравственной стороне вопроса, видимо, уже разговаривать не будем, да? Стало быть, это очень важный момент. И не столько имя, как мы понимаем, сколько способ, сроки важны, способ смены власти важен. И вот здесь чрезвычайно важная и очень больная тема. Потому что протесты, условные протесты белоленточные, 11-12-го годов, сменились нынешними протестами. И это совершенно другой интернационный протест. В подкладке протестов 11-12-го года было требование закона. Закона всего лишь. Мы же требовали закона. Соблюдайте собственную конституцию. Соблюдайте собственную конституцию. Вот были выборы, да? Считайте честные голоса, не жульничайте. Требование закона. Которое представляли люди по преимуществу с высшим образованием. Как ты помнишь, на Манежной, да, не Манежной, конечно, на Сахарова было совсем немного людей без высшего образования. В основном это был такой академический протест. Интеллигентский протест. Требование соблюдать закон. В основном, по преимуществу. Я бы сказал креативный класс, но... Ну, креативный класс. Неважно. Соблюдайте законы. Мы требовали честных выборов. Те, кто вышли, да, в марте обнаружились на улице. Да, это в подкладке расследования Навального о коррупции. А в подкладке темы коррупции родная русская тема социального неравенства. И от требования расследования коррупционных дел до темы справедливости. Русской народной темы справедливости. Совсем... Очень левой темы. Очень левой темы. И мы с вами разговариваем в 17-м году, накануне 18-го. И знаем, как это бывает. Когда власть слишком долго не реформируется, слишком цинично пилит. Воровство становится общим местом. Близость к трону, каким бы он ни был, оказывается обязательной приметой благосостояния. Воровство теряет всякие края. В никаких реформах все реформы свернуты. А мы знаем, что бывает после этого. Как переворачивается, просто килим вверх. Мы знаем, как это... Ничего хорошего. Ничего хорошего. Ничего ровным счетом ничего. Потому что появилась тема справедливости. Появилась тема, не побоюсь этого слова, возмездия. И хотя формально речь идет о расследованиях коррупции, но в России богатый человек и человек и вор – это синонимы. И, к сожалению, за два десятилетия, за два десятилетия новейших, и уже точно за путинское, да, три десятилетия, можно сказать, это ощущение укрепилось, что человек, у которого много денег – это не Баффет и не Цукерберг, а это, скорее всего, Сечин, Якунин, да, это, скорее всего, придворные наворовали. Богатый человек, скорее всего, вор. Это связка логическая на выходе дает 17-й год, 18-й год. И мы очень близки к этому. Потому что повестка дня сменилась. Мы, конечно, радуемся новому подъему, но надо просто видеть, что повестка дня серьезно сменилась. Никто уже не требует соблюдения закона. Никто уже не говорит о никаких выборах. Речь идет о социальной справедливости, которая, если не устанавливается шведским путем, то есть путем тотального контроля общества над государством, да, налогами, да, и так далее, диалогом общественным, если она не решается шведско-датским путем, то она решается вот этим самым русским. Когда власть стоит, 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 ворует, 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 потом одномоментно рушится, и начинается русское восстановление справедливости. Мы знаем, как оно выглядит. Те, у кого тройка хотя бы по истории, более-менее представляют, как выглядит это восстановление справедливости. И это очень опасный момент. И в этом смысле вот фигура политика, фигура вождя, если хотите, крайне важна в этом свете, разумеется. И вот последняя неделя прошла под знаком того, что все обсуждали, там, Навальный, это Новый Ельцин, или все-таки Новый Ельцин. Ну, только с разной интонацией сказано это. У меня, может быть, не получилось, но тем не менее. Новый Ельцин хорошо, Новый Ельцин плохо, и все. Больше всего. Совершенно верно. Значит, наш коллега, мой друг Михаил Шевелев, об этом замечательно написал, это было довольно давно уже замечено. Вот идет в совершенно дискредитированной, разрушенной системе вот такой вот молодой энергичный, за которым, в общем, ничего нет, кроме веры в то, что он добрый царь будущий. Добрый будущий царь. Нет никаких, собственно, системных, нет никаких партий особенных, ничего нет. Кроме надежды какой-то на то, что этот придет, и он будет добрый вместо злого. И это вещь чрезвычайно печальная, потому что мы это 30-летие профукали, это означает. Потому что парадигма осталась прежней. Все, ждем доброго царя. Не скажу, что это проблема Навального, это проблемы наши. Проблема в том, что механизм остался, в общем-то, прежним. И представление, да, ментальность почти, почти, надеюсь, все-таки как-то немножко, наверное, изменилась, но почти не изменилась. Ждем хорошего царя. Ну, вот весь вопрос, придет он или не придет? Он придет, вопрос в том, в каком настроении он придет, в каком году. И встретим мы его или нет? Доживем ли мы до этого пришествия? Можем ли мы что-то сделать? Пришествие бывает, что мессии это вообще не рекомендуют. Чтобы избежать этого. Да, неудачный случай. Через пару минут, даже чуть побольше, через 4 минуты мы продолжим с Виктором Шандеровичем программу «Особое мнение». Это финальная часть программы «Особое мнение». Здесь Виктор Шандерович. И вот я хотел просто точку поставить в этой теме. Там Навальный, царь, Ельцин, не знаю, лидер фюрерского типа, вот это все, что обсуждали на прошлой неделе. Говорят, зачем вам новый Путин? Зачем вам ланцелот, который превратится в дракона? Вы что, не видите, он превращается в дракона? Значит, это наша проблема. Это наша проблема сделать выводы, в том числе, из ельцинского времени. Потому что проблема была в том, что мы расслабились. Проблема была... Вот сейчас поддержите Навального и тоже расслабитесь. Нет, секундочку. Секундочку. Я, речь ведь идет... Вы это в обновленном числе или ко мне такое? Не-не, вы... Вы сейчас просто от имени фактически, поэтому я... Я сейчас говорю только о том, что чем быстрее... Значит, это рухнет, уже ясно, что это рухнет. Чем быстрее, тем с меньшей кровью и тем больше исторического времени будет выиграно. Оно уже рушится, мы это видим. Оно уже не... Все разговоры о том, что, может быть, какие-то реформы, это уже Кудрин поет эту песню, и дай ему Бог здоровья. Да, ясно, что никаких реформ не может быть, пока Сечин может пинком открыть казну и взять туда денег, сколько хочет. А также можно посадить любого конкурента, да. Не будет никаких реформ. Не бывает реформ в Мугабе, да. Бывает перетряска элиты, бывает смена элит. Это бывает у Мугаба, у Чаушеска, у кого угодно. У Путина тоже, да. Значит, это рухнет, потому что оно никаким образом не не может развиваться, как закаменелый авторитарный режим. Чем быстрее, тем лучше для нас всех. И это если говорить о скорости. Дальше вопрос, что дальше. Дальше, ребят. Значит, опыт Ельцина и наша драма, при взгляде назад, заключается в том, что в какой-то момент ранний Ельцин, ведь он был, так сказать, ледоколом, но в рубке сидела межрегиональная депутатская группа. Там было, так сказать, собрание интеллектуалов. И экономисты, и политики, историки, философы, да, Афанасьев, Рыжов, Сахаров, Гайдар, да, и так далее. Были интеллектуалы. А он прорубал партийный лед. Он был ледоколом, да, который мог раздвинуть эти партийные льды. Он был именно ледоколом. Он был броней ледокола. Но в рубке сидели интеллектуалы. У сегодняшнего Навального не видно ни Сахарова, ни Рыжова, ни Афанасьева, да. Сегодняшний Навальный в чистом виде популист, да, это не ругательство, это просто описание. Он апеллирует, очень точно чувствует все, так сказать, болевые точки. Он на них, он их очень успешно, так сказать, на них давит. Очень он успешнейший блогер, да, и он успешнейший оппозиционный лидер. Дальше вопрос в том, накопим ли мы все остальные, накопим ли мы умений и противовесов. Или мы пойдем, я говорю, опять-таки мы, страна, или мы пойдем в ноги и скажем, мой батюшка, как хорошо, что теперь ты. Ну, давай нам вот эту прекрасную Россию, которую обещал, мы на завалинке сидим, курим, к вечеру поспеешь, да, давай хорошую прекрасную Россию. Единой не надо, а прекрасную давай. Если так, то, разумеется, мы очень скоро получим совершенно забуревшего, как им всем полагается, авторитарным лидерам. А что мы можем сделать, чтобы этого не случилось? Ты знаешь что, посмотреть, как это делается, да. Это называется разделение властей, это общество, это свобода слова, это независимый парламент, это честные выборы, это готовность немедленно, вот завтра, на завтра после того, как ты его поддерживал в качестве кандидата, на завтра оказать мощнейшее давление, да, с требованием соблюдать закон, да. Это в западном обществе это происходит автоматически, просто переворачиваются песочные часы, и оппозиция, которая классически требовала невозможного, наращивала рейтинг, обрушала рейтинг правящей партии этим, придя к власти, немедленно, да, песок начинает сыпаться в противоположную сторону. Немедленно вчерашняя власть переходит в позицию оппозиции, да, и начинает требовать невозможного. И контроль за властью, что Обама, что Трамп, контроль за властью не ослабевает. Но наша нынешняя власть в позицию не перейдет, а в лучшем случае встроится. Нет, наша нынешняя власть, да, частично пойдет под суд, частично сбежит, а... Основная часть встроится. Основная часть встроится, и, конечно, движение, конечно, Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев возглавят наше движение к очищению. Этого я даже не сомневаюсь, но не мы же с тобой, правда же, да? Это, само собой, это частный пошлый момент. Скажу сразу, я не рассчитываю, не знаю, в отличие от Шандеровича. Это пошлый, частный... Нет, 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 у нас другая специальность просто. Это пошлый частный момент. Давай не будем отвлекаться на персонали. Я сейчас говорю о том, что этим надо заниматься, и к этому надо быть готовым. Ошибка, на самом деле, коготок увяз, все птички пропасть. 92-й год, самый критический год, да? Год, когда погибла новая российская демократия, я определяю как 92-й. Потому что после 91-го мы почему-то решили, что мы победили. Мы. Что был плохой, сейчас хороший, и можно перекурить и расслабиться, да? И оправиться. Вот там оправлялись до октября 43-го года, да? Оправлялись. А когда очнулись, выяснилось, что там сосковец, барсуков, коржаков, грачев, чеченская война, да? И так далее, и так далее. Когда очнулись. Что нет ни одного вообще близко демократа даже, да? Очнулись. Потому что, ну, Ельцин же... И я помню, я говорил об этом, помню свою неловкость, да? Вот я там сатирик, критикую, да? Свою неловкость конца 91-го, начала 92-го года. Ну, он же свой вроде, да? Ну, власть своя же, да? Ну, они же, мы же за них, мы же вместе на брикадах, ну, да, вот эта вот слеза, да? Мы же вместе. Только потом выясняется, что вместе-то вместе, а банкет отдельный. Интересы отдельные. И дальше мы получаем совершенно охреневшего от всевластия Ельцина, который разговаривал с нами, если помнишь, как он разговаривал в конце сентября 93-го года, и как начал говорить в начале ноября, да? Когда просто опора была уже на генералов, да? И когда ему уже не нужен был ни Гайдар, ни общественное мнение, ни москвичи, пришедшие к Моссовету. Как изменилась интонация, как заговорил барин надменный. В месяц изменилась интонация. Он охамел мгновенно. Охамел мгновенно. Это, повторяю, наши проблемы. Надо учиться. Учиться, извините, этот путь пройден западной цивилизацией. Все рецепты написаны. Надо захотеть этим пользоваться. Надо понимать, что это наша задача. Это не проблема Навального. Это наша проблема. Хотел еще про дебат поговорить. Тут Навального вызвал Стрелков или Гиркин, как угодно, на дебаты. И Навальный поднял перчатку, сказал, пойду. Да, поднял перчатку. А многие говорят, ты чего, с нерукопожатым нельзя, он убийца. Так и я это говорю. И я это вслед за теми говорю. Здесь ведь история какая. С точки зрения Навального, видимо, он поступает правильно. Прагматически поступает. Он собирает электорат. Он такое политическое животное, как было давно сформулировано. Очень талантливый политик. Он чувствует, где лежит электорат. Да, где он ходит, как с этим металлоискателем. Металлоискатель. Металлоискатель. Где запищит? А вот тут запищает. А вот тут еще подобрать этого электорального золота. Вот тут запищало. Там есть на крайне правом фланге есть еще золотишко осталось, да? Оно пока принадлежит вот этому. Отобрать. Отобрать. Это мое. Прагматически, как политическое животное, может быть, он поступает верно. В том смысле, что да, он не бресгует и подонышными голосами. И этими голосами он не бресгует. Да? Ему нужны всякие. Практично ли это? Как же выигрывать, если не подонышных 2%? Смотри. Смотри. Значит, тут есть два вопроса. Первый. Не ошибка ли это? Это выяснится. Когда мы увидим, приобретет ли он больше этих голосов или потеряет, так сказать, голосов интеллигентных людей, которые как-то не предполагают возможным находиться в одном политическом поле вообще, так сказать, со Стрелковым, да? И с этим электором. А им куда деваться-то? Секундочку. Это второй вопрос. Второй вопрос. Куда деваться? Я сейчас говорю о целесообразности с точки зрения Навального. Это выяснится. Проиграл он тут или выиграл. Но есть такая нехитрая вещь, как, так сказать, нравственный аспект. Который, конечно, политику немножко по боку. Немножко по боку. А зря. Потому что нравственный аспект в конечном счете чрезвычайно оказывается важным. Просто это отложенная, длинная история, в отличие от голосов, которые сейчас схватишь и что-то выиграешь и что-то там приобретешь. Репутационная история очень длинная. И здесь, мне кажется, тут даже вопроса никакого нет. Легитимизация убийц. Легитимизация убийц. А, напомню, со Стрелковым имела смысл, возможно, может быть, засунув брезгливость подальше, отложив, с ним можно было полемизировать, когда он был корреспондентом или журналистом газеты «Завтра». Да? Вот с этим вот журналистом газеты «Завтра», политическим обозревателем, можно было полемизировать. С убийцей не полемизируется. С человеком, на котором кровь, в том числе кровь мирных жителей, его место в суде. Хорошо, но лидер не всегда равен аудитории. Аудитория не убийцы. Хотя им может нравиться убийцу. Так бывает. И получается, что вы отрезаете возможность разговора с этой аудиторией. Аудитория, если она не конченная аудитория, если люди видят, что с этим человеком никто не разговаривает, никто с ним ничего обсуждать не будет, что люди выходят из помещения, куда он заходит, это сильнейшая агитация против него. Астракизм называется. Надо выходить из помещения, куда он заходит. Он зайдет в ресторан, и я встану, выйду. Я не буду находиться в том помещении, где находится он. Если это вслед за мной и еще некоторыми людьми будут делать миллионы, то он окажется в пустыне. И его политический вес будет равен нулю. Не делают этого миллиона и не будут делать. Не делают этого и не будут делать. И очень жалко. И это значит, что легитимизируются убийцы, не он первый, не он последний. На дне рождения эхо Москвы были фотосессии с луговым. Я вышел немедленно. Как-то я не намерен праздновать один праздник с луговым. Но я был, конечно, один такой, брезгливый. Остальные не брезгливые, нормально. Девушки в очередь выстраивались фотографироваться с луговым. На здоровье. Дело личное. Еще раз. От личного, от частного к общему. Это очень опасно. Наша эта небрезгливость. Готовность полемизировать с убийцами. Если Навальный и не понимает, что самим фактом выхода на дебаты со Стрелковым он проигрывает. Катастрофически, качественно проигрывает. Не важно, что там будет. Стрелков уже выиграл. С ним соглашаются. Он на равных полемизирует. Он не убийца, не уголовник, не подонок. А он политическая фигура оказывается. Ну, у нас разные воззрения. Ну, давайте Вольтера вспомним и умрем за его право говорить эту луговую жизнь. Хотя он не в этом. Люди же за ним стоят. Люди его придут смотреть по меньшей мере. А зачем нам, чтобы люди приходили смотреть на Стрелкова? Это повторяю. Это было бы дебатами. Так их можно увезти. Разве нет? А таравец мы о чем говорим? Это пастухи с овцами? Или мы говорим о людях? Люди, которые понимают, что человек, на которого одни ориентируются, убийца, и большинство не хочет вообще близко его видеть. Да не большинство никакое. Ах, не большинство никакое. Значит, тогда живем, где живем. Тогда живем в стране, где кадыров, стрелков, политическая элита. Я вас поздравляю с этим всех. Не брезгливых. Спасибо большое, Виктор Шандерович. Писатель сегодня был в программе «Особое мнение». До свидания.